В последний раз, когда я выступал здесь две недели назад, я говорила о тех шрамах и тех неприятностях, которые испытывает человек и получает на своем жизненном пути. Сегодня мы поговорим о тех душевных ранах и травмах, которые мы до сих пор носим с собой. Сначала я расскажу вам историю из Библии, которая называется «История доброго самаритянина». Однажды одинокий мужчина шел по дороге из Иерусалима в Иерихон и встретил грабителей. Грабители сильно избили мужчину так, что у него появились раны, отобрали у него все, даже одежду. И лежащего с кровотачивыми ранами этого человека первым нашел священник, который сделал вид, что не заметил мужчину, и прошел мимо. Следующий мужчина шел по дороге из Иерусалима в Иерусалима в Иерусалима в Иерусалиме. Он тоже отвернулся от раненого и прошел мимо. Но раненому все же повезло, потому что мимо него проходил уже третий прохожий. И этот самаритянин пожалел раненого мужчину из Самарии, оказал ему первую помощь, промыл и перевязал раны, доставил его в гостиницу и ухаживал за ним. То есть третий человек именно он и оказал раненому первую помощь. Иисус рассказал нам эту историю в Библии и спросил он тогда своих слушателей, кто из них был истинным ближним и помощником человека. Ответ был прост. Тот, кто помог раненому человеку. В этой истории много уроков, которые мы могли бы извлечь для своего опыта, но я использую ее как пример помощи травмированным раненым людям. Раны и травмы, которые каждый из нас получает время от времени на протяжении своей жизни. Кто же сможет их вылечить? Время лечит наши раны или добрые соседи. Или раненый человек может просто оставить свои раны в покое. И попробовать справиться с ними самостоятельно. Когда я в первый раз говорил о травмах и шрамах. Эти шрамы и травмы часто являются воспоминаниями, которые мы получаем в течение жизни. Телесные раны обязательно заживут со временем при правильном уходе. Но наши душевные раны залечить гораздо труднее и к тому же они опаснее, чем мы думаем. Библия, Захария, глава 13, стих 6 и далее. И если кто спросит, что за раны на груди у тебя, он ответит, изранили меня в доме моих друзей. Печальная истина заключается именно в том, что место, которое должно быть безопасным, например, собственный дом, не всегда безопасно для ребенка или взрослого. Семья – это то место, где мы провели свое детство и юность, где наши и ваши родители, возможно, обидели вас эмоционально. Родители не всегда созданы, но следуя своим собственным методам, воспитания и приемом.